Значит так, первый урок, который мне дал мой учитель, смотри. Смотри, палка! Вот это слово, человек. Точнее, не дроу. Вот это слово, дерьмо! Запомни и не перепутай. Я потом запишу. Это очень сложно, посмотри, как они похожи. Они пишутся практически одинаково. Ну, в общем, я потихонечку буду учиться. Макс забрал книжку, да? Да. Упс. Дашь посчитать. Конечно. Нет. Мы вместе будем упражняться. Мне понравилось вот этот консилиум с упражнениями, мы будем вместе упражняться. Смотри, не зарядка. Ты впервые делал упражнения, в которых ты у него явно выигрываешь. А я считаю, я победил. Я поднял два. Ты вообще молодец. Ты можешь даже навредить человеку, как это, на расстоянии. В принципе. Или там этим же полем. В общем, я так полагаю, оставшиеся дни, которые вам предложили для отдыха, вы проводили упражнения, снизу чай, конечно. Нет, я в это время хотел к кузнецу сходить еще. Сходил, он сказал, что это очень сложная работа, и он боится испортить. Он не понимает... Что с плеером, кстати? А? Что с плеером, кстати? Существенного механизма. Он мне его пока не выдал. Он мне его пока не выдал. Вот я смотрю на себя, что там сильно покорежено. Странный. Это вообще какая-то странная конструкция. Нет, это... Это ты вверх чинешь. Тебе кузнец говорит, что это странная конструкция, не понимая, что ты с ним делаешь. А заклинать... Это флук такой? А почему он не острый? А почему он не острый? Там звездочка. Нет. На нем это транспорт передвижения. Я не знаю, это хороший вопрос. Так он немного неисправен. А не проще ли ходить ногами, говорит он, и наблюдает за этим транспортом передвижения? А ты сможешь ходить пять раз быстрее на ногах? Буин, по-моему, не похож. Ну, теперь-то знамо не похож. Витя принесли. Саша, а как ты будешь накачивать колеса? Нет, я не буйный, я не буйный. Уау, у меня силы много. Что, ты рука... Силе атмосферы. Ну ладно, ну я разберусь, я же инженер. Я бы тоже свернулся. Мы будем вводить ДНД. Поглаживая кота. Доктор Зло. Свернув кота. Вот. Чем будете планировать заниматься после того? Ну, с Кузнецом у тебя получались веселые и интересные беседы. В конце концов, когда ты ему не смог достаточно сильно, он сказал, на тебе. Молот. Чего я сейчас еще перлюсь? Хорошо, я взял молот. Я смотрю на велосипед и что вижу там неисправно явно. И много денег. Много денег. Да, кстати, про деньги точно предлагает речь. Про деньги речи никакой не было. Была речь о титуле. Дерьмо. А на хрена я вам всем был так нужен? И более того, я вам успокойтесь, вы еще винируете. На третий день вашего пребывания там, у вас позвал к себе в барон. А, мы там три дня отдыхали? Потом неделю будете, как я понял, вас отдыхать. Дормались один до библиотеки, другой до практики, третья, просто до халявного бука. Так, может быть, еще там пару недель, может, я уже и восстановлю все. Я вышла тогда с кружкой вот с той вот на поясе. Как это? День 9 утра, а ты уже... В смысле это? Это вообще-то оружие. Конечно, конечно. В первую очередь это символ. Это надо было рассказывать трактёрщику, он такой бы конечно. Ну, господа, мы должны уладить с вами еще некие вопросы. Вы мне просто совершили тюрьму, не зубик, селян. Ну, он скажет это немножко по-другому. Он скажет, я, конечно же, мог обсуждать с вами всякие странные непонятные вещи, которые произошли за время нашего с вами сотрудничества. Но я понимаю, что я не в том положении, чтобы этим заниматься, поэтому я так прикинул и решил, что ваши подвиги достойны того, чтобы произвести еще не награжденных, не произведенных определенные должности в рыцаре. Вот. И поэтому на завтра назначают церемонию. Вот. У меня к вам маленькая будет просьба. Вы должны будете прийти в зал в специальных светлых балахонах. Разумеется, если ваше религиозное воззрение не против того, чтобы вы были рыцарями. И, в общем-то, вам до этого времени надо придумать себе две вещи. Первое, это как вас будут звать. Ну, прозвище погоняло, кличка. Никнейм. Вот. И девиз. А герб? Герб. Герб, к сожалению, скажем так, как бы вам помягче сказать-то. Недорослее. Дело в том, что гербовая часть вашего свидетельства будет оставлена пустой. Я понимаю, что уже, скажем так, и так возложенные на вас размышления превышают ваше правило приличия. Поэтому остановимся пока на этом. А, ну и да, я крайне признателен вам, говорит он. К сожалению, сами понимаете, я успею заметить, что мы баронство не из богатых. Вот. Поэтому я вас предупреждал, что в нашей стране... Денег нет. Денег нет одни двояне. Вот. Но маленькие сбережения у меня есть. И я полагаю, что вы его достойны более чем кто бы то ни был. Ну, нам бы хотя бы запомнить эту гудящую пустоту в карманах. Вот. Он подходит к стеллажу, сдвигает его, достает какую-то шкатулку и вынимает из нее пять перстней. То есть они все такие хорошие, плотные, золотые печатки с камушками красивыми. Вот. Он кладет их насталгивает. Это, к сожалению, какие-то не магические, никакой магии в них нет. Это просто достаточно древние печатки нашего дома. Вот. Ими обычно награждались наши помощники, слуги, воеводы, рыцари. Вот. Ну, после смерти они, разумеется, возвращались сюда. Сюда. Вот. Учитывая то, что вы избавили нашу семью от столь тяжелой, тяжелого времени, пока я им ничего не рассказал, потому что это все еще... Липо. Липо. Я знаю. То... Я крайне вам признателен и с удовольствием поделюсь с вами данными. Опять же, я думаю, что скоро сюда вернется моя жена. Вот. И вы всегда будете желанными гостями в нашем Баранске. Угу. Превосходно. Ну, Апрайс больше 20. Апрайс больше 20 стоит. Каждый из них приблизительно, ну, по-твоему, стоит больше 20. Понятное, 500, может быть, 600 монет. Нормально. Но я тебе скажу, что ты не прокинул опрайс где-то на десятку. Я как бы не считал целиком. Нет. Минуточку. Сейчас. А учитывая, что мне вернули мой головной убор... Тан-тан-тан. Не знаю. Что такое. Ладно. Ну, допрошу. Пока нет. Я не уверен, что я оттуда вкидывал хоть что-то. Я потом... Блин, закинул. Долганные скиллы. Какого-нибудь есть еще оппрайс? Монах, который рос в лесу для напрасивщики? Может быть, у кого-то есть крафт, связанный с железом. Либо профессия торговли. Тунгиру перешлите, он вам там запрайсит. Копейки. Скажет Тунгир. И все, и больше ничего не пришлет обратно. Мне пришлось заплатить 500 монет, чтобы их... Хотя бы забрали у меня. Идентифицировать. Что ж вы мне не сказали, что они не магические. Ну, да. Нет. Все равно, как это... Запас кармана не тянет. Красивенька не тянет. Ай, бабское какое-то украшение. И возвращаю. Их там не тянет. Я одел сразу. На каком пальце его надо принять уносить? Я вернул. Мне не нравится золото, а? Ну, рыцарь. Я спрашивал... Нет, смотри. В нем как бы... Есть... Типичный. Маленькая, которая незаметна. Как это? При помощи Detect Magic. Вот. Ты его можешь надеть на любой палец. И он будет в пол. То есть это можно даже... Не вам я его возвращаю. Я спрашиваю... Ну, интересуюсь... Как обычно их... Не вам я вернул колечко? Может какая-то традиция есть? Там носить на правой руке или там... Говорит, обычно их носили на среднем палец. О! Показывать, что такое было. Смотри, колеца. Камушка внутрь. И так... Отличное колеца... Ну, я надел на средний палец правой руки... Левой. Правой. Камушки там разные были? Не, их всего еще раз говорю. Конец было пять. Одно я взял... Одно я взял... Одно я взял... Одно я взял... Одно он взял... Обойдется. Я вернул барона... Не барона, ты получил обратно на стол. Ну да, ну да. Тот схватил кто-то из нас, мы пока еще не уверены. Тот нас схватил. Тише, не вам, я возвращаю. Отлично. Прекрасно. У каждого по два колеса из нас, двоих и у них. У него по одному. Вы меня вообще слышите? Да, ты вернул концу. Я говорю, я не вам возвращаю. Вот уж хорошо, говорите могу, очень хорошо. На оба средних парня. Слушай, умник, это награда за наше старание. Не тебе от нее отказываться. Идилиса опять чинит. Ну, типа, да. Типа, извини, чувак, ты сам отказался. Ну, тогда это барон смотрит. Мы тут помирали. Барон на это смотрит приблизительно, как тогда смотрела жрица. Ну, сами решайте, да. Вы партия, вы сила. Вы честь, там, вы братство, вы сталь, там и так далее. Братство кольца. У нас есть еще сопротивцы, которым нужно принести эти кольца. Какие? Сцикло это? Ты вообще Человек с Странными Ночными Предпостениями. Гулялками. Представляешь, что этот человек У меня, кстати, гудок работает на велосипеде еще, а? У меня, кстати, гудок работает на велосипеде еще, а? А ты велосипед не догнал к кузнецу? А он бы меня послал и дал молоток мне, а? Да. Ты не сам? О, кстати, ради интереса, а такие вещи, чинь с этим заклинанием? Как там его? А, кстати, да. Мендинг, да. Только не магический. Что не магический? Магические предметы не чинятся. А это не магический? Магический велосипед. Не, можно там даже дверь починить. Мест не у нас. Ты должна приблизительно представлять процесс. Ты должна знать, как он выглядел до того, как разломался. Да. Притом точно знать. Короче, пошли мы к твоей развалине. К осадкам велосипеда, и ты, короче... Я вот хотел узнать, в каком он состоянии. И мне власть вообще не ответил. Я тебе сказал, что представь велик, по которому чувак в доспехе съехал по ступенькам и въехал в стенку. Но там только... А до этого в него въехал грузовик. Ты знаешь, что бывает от велосипеда, когда в него фуры въезжают? Ну, ладно...